Если раньше мы могли наблюдать вокруг центрального рынка несанкционированную торговлю плодово-овощной продукции с автотранспортных средств, лотков и других подручных приспособлений, а порой просто земли, то сегодня ситуация изменилась. Людям предоставлены места для розничной и оптовой торговли в районе республиканского стадиона. По словам исполняющего обязанности директора рынка Алхаса Гургулия, на сегодняшний день в администрацию рынка поступило уже десяток заявок на места на территории рынка, а некоторые уже приступили к торговле. Основная задача администрации рынка это предоставить условия для торговли людям, то есть в основной массе это жители сельских деревень. Наша задача заключается в том, чтобы мы им предоставили условия для их торговли, то есть места, предоставить им охрану, убирать их рабочие места, освещение. С запретом на несанкционированную торговлю вне территории рыночного комплекса разгрузилась транспортная развязка, увеличились парковочные места, пробок вокруг рынка стало намного меньше. Но здесь возникла другая проблема. Автобусная стоянка также была перенесена ближе к стадиону. Теперь уже там забиты тротуары. Это доставляет неудобства водителям и пассажирам, а пешеходы, в их числе и школьники. Чтобы обойти автобусы, вынуждены выходить на проезжую часть. Кроме того, сельчанам, которые приезжают сухум за продуктами, приходится с сумками идти почти три квартала пешком до автостоянки. Нередко они вызывают такси за 100 рублей и нанимают тачку за 300 рублей. Выбор, согласитесь, очевиден. Пусти едем домой, ничего не смогли. До автобуса люди и так ели, тишут. Что это такое? Война уже когда кончилась, при войне такое не было. Что это такое? Сельский ничего не надо взять. А вообще пусть перекрадят ходить. Не надо автобус дать. Я посмотрю городские, что будут потом делать. Правительство куда смотрит? Я ладно, руками принесу, но тут старые женщины ходят. Это все на тачке надо перенести. У кого-то своя машина. А у кого нет, руками это надо тащить. Конечно, неудобно. Исполняющий обязанности главы администрации города Сухума от Гурхарази заверил нас, что на данный момент другого выхода из сложившей ситуации нет. Это временная, но необходимая мера. Я понимаю, что это создает некоторое удобство для сельчан, которые привыкли, приехав на рынок, после того, как они продали свою продукцию, там же, возле них они хотят, чтобы стоял автобус, загрузились в автобус и уехали к себе в село. Но, к сожалению, рынок, само расположение рынка не позволяет осуществлять такие операции, в то же время, чтобы горожанам это было удобно. В администрации города напоминают, что проблема пока не решена, поэтому здесь открыто для предложений от горожан и сельчан. Столичные власти готовы к диалогу, с помощью которого, возможно, будет найдено приемлемое для всех решение. Рината Шакая, Астамур Гошба, Абхазское телевидение.